здравствуйте дорогие друзья меня зовут наталья мне 60 лет и сегодня 6 мая семнадцатого года я решила открыть свой канал мой канал будет о том как я живу в финляндии откуда я приехала почему я сюда приехала с кем я приехала и вообще все что касается проживания в этой прекрасной стране многие из вас наверное спросят бабуля зачем тебе в 16 лет начинать вести свой блог я вам с удовольствием отвечу я не такая бабушка как другие у меня нет маленьких внуков которых я бы с удовольствием нянчила у меня есть одна единственная внучка пока который 18 лет которая вполне самостоятельная поэтому я решила заняться ведением собственного блога да только бабушки не 16 бабушки 60 я приехала в финляндию в 2000 году с моим мужем и с моей младшей дочерью и вот уже почти 17 лет это будет в августе мы живем в этой прекрасной стране за это время я можно сказать на 60 процентов изучила язык финский получила небольшое образование которое касается больницы потом я вам все подробно расскажу вот и с удовольствием проживаю в этой стране ну давайте начнем по порядку в 2000 году мы решили с мужем уезжать финляндию по той причине что у моего мужа корни финские у него мама финка значит у моего мужа и дедушка и бабушка финны и был такой изданная приказ то есть не приказ а как бы все возвращенцы могли вернуться на свою родину так же как немцы возвращались в германию евреи возвращались в израиль а финны возвращались в финляндию вот мы и собрались уехать в финляндию оформление документов у нас заняло год так как моей младшей дочери не было 18 лет поэтому она поехала с нами так как мой муж не является ее отцом а старший сын на то время он уже был женат у него была маленькая дочь анастасия которая сейчас учится в хельсинки он вместе со своей женой анной и с настюшей остался в украине а также остались мои родители папа мама и еще моя любимая тетя которая жила вместе со мной я не буду вам много рассказывать о нашем переезде скажу в двух словах сначала приехал мой муж его зовут юрий и буквально через два месяца он уже снял хорошую трехкомнатную квартиру и приехали мы с моей дочерью наталья и вот после того как муж снял квартиру и мы переехали у нас начался период адаптации финляндии для начала нам нужно было оформить все финские документы это заняло не так много времени все здесь очень организовано очень после этого нам начислили деньги по безработице в то время еще в финляндии были марки и это была очень хорошая сумма после этого мы записались на языковые курсы ну так как дочь моя девушка знающий хорошо английский язык она пошла на курсы для молодежи в другую группу а мы с мужем пошли на курсы для людей среднего возраста скажем так муж мой немного знал финский так как его две бабушки которые жили под Ленинградом они постоянно разговаривали на финском языке и для него эта речь была как родная я же совершенно никогда не слышал этот язык для меня это была просто катастрофа единственное слово которое я выучила по приезду в Финлянде это было слово hissi потому что это было написано на кабине лифта и это означает лифт курсы первые курсы они длились 8 месяцев и за эти курсы мы еще получали деньги значит я очень расстраивалась потому что совершенно ничего не понимала английского не знала чтобы спросить единственное преимущество было в том что у нас практически была вся русская группа и если что-то не понимаешь а не понимаешь практически все то были девочки мальчики которые могли подсказать давайте после окончания курса мы получили документ по-фински это называется todistus и решали на какие курсы пойти дальше ну естественно нужно было учить язык более хорошо поэтому мы записались на следующие курсы вот и следующие курсы продлились а также почти около года в следующих курсах мы тоже были с мужем а потом все последующие курсы нас уже разделили и мне конечно было гораздо тяжелее потому что не было помощи и поддержки и после вторых языковых курсов я пошла на курсы уборщиц да 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 действительно на курсы уборщиц которые длятся первые мои курсы длились полгода вторые курсы длились 10 месяцев а третьи курсы длились два года вот эти двухгодичные курсы они значит делились по три месяца три месяца мы обучались практике а потом три месяца была теория значит когда была теория мы находились в здании в учебном корпусе а когда была практика было предложено два места детские сады и дома престарелых ну я почему-то решила что для меня дом престарелых это как-то более ближе потому что со старыми людьми гораздо проще общаться дети вы сами понимаете они такие веселые шалевливые задают много вопросов надо хорошо знать язык для того чтобы с ними общаться когда эти мои курсы закончились я получила документ но это не просто документ о том что я уборщица в финском понятии это совершенно другое я могу работать уборщицей кроме этого я могу заниматься небольшой подготовкой скажем я работаю в больнице значит я делаю завтрак обед и вечер помогаю медсестрам раздавать это все вот это в этом заключается моя работа ну и плюс конечно основное это уборка сейчас я присяду на ланчку и мы продолжим значит курсы у меня окончились как раз в год моего пятидесятилетия в ноябре месяце и буквально на второй день я написала везде заявление на работу и еще спустя буквально два дня мне позвонили и пригласили меня в университетскую больницу города Турку так как я живу в Турку это Финляндия я вам уже говорила и вот значит десять лет я уже работаю в этой больнице если вас интересуют подробности о специфике моей работы о моей учебе о моей адаптации в этой прекрасной стране пожалуйста подписывайтесь на мой канал задавайте вопросы я с удовольствием вам отвечу а а а но а это а а Продолжение следует...